Наступивший 2013-й обещает стать интересным годом. Астрологи предсказывают сразу два конца света. Правда, большинство колдунов в это не верят. Известный маг Повсекакий Богданов только в интервью нашему каналу решил рассказать, чего ждать от чёрной водяной змеи. На Востоке будет две войны. Европа погрязнет в экономических войнах против неё. Вместе с тем в России синоптики обещают жаркую пару. На самом деле астрология говорит, что год будет урожайным, дождливым и удачным. По словам чародея, в этом году конфликты продолжатся, в том числе и на российских улицах. Митинги всё чаще будут выходить за рамки правового поля. Здоровье президента Владимира Путина будет такое же сильное, как 10 лет тому назад. А все спекулирующие СМИ по этому поводу также будут спекулировать и весь 2013 год. Но всё это впустую. Президент силён, как никогда. Особенно критичными могут стать май и конец осени. По словам Повсекакия, страна потеряет двух известных людей. Беспокоиться о денежном состоянии страны не придётся. Россия докажет всему миру свою финансовую стабильность. Согласно гороскопу, экономический кризис, ожидаемый со страхом практически всеми странами, в 2013 году минует Россию. Экономика нашей страны в 2013 году даже даст прирост в 5-7%. Не все предсказатели согласны с Повсекакия. Некоторые годы ЗМИ в российской истории занимают особое место. 1917 год стал последним для Российской империи. В 1941 году началась Великая Отечественная война. А в 1953-м умер Иосиф Сталин. Но этот год ЗМИ должен принести только хорошее. Так нам обещал главный специалист в этом вопросе. Я загадываю всегда одно, чтобы все были друг к другу добры. Когда мы будем добрыми по отношению друг к другу, то и мне будет легче. Пока колдуны и ясновидящие пытаются предсказать будущее, миллионы людей верят не им, а чародею с большой белой бородой. Ведь именно с Дедом Морозом в сердце у каждого человека загорается огонёк надежды. Субтитры создавал DimaTorzok